С одной стороны, винные погреба, которым свыше 100 лет, и приветствующий гостей князь Лев Голицын. С другой, современное оборудование и полностью автоматизированное производство. Исторические корни и давние традиции в сочетании с инновациями и государственной поддержкой. Вот она основа развития винодельческой отрасли. Я глубоко убежден, что хорошее вино должно быть визитной карточкой в Кубань. Каковыми являются, либо быть наравне с пшеницей, пляжами, лыжными курортами, красной поляной. А Кубань, на виду с тем, что она является житницей, она должна быть виноградником Российской Федерации. Вот об этих перспективах сегодня в таком достаточно представительном собрании нам с вами необходимо и переговорить о перспективах развития отрасли. Региональные парламентарии и главы муниципалитетов обсуждают влияние развития виноградовской винодельческой отрасли, энотуризма на социально-экономическое положение территории Кубани. В Анапе площадь виноградников сегодня составляет 3000 гектаров, а суммарный объем инвестиций, вложенных в отрасль виноградарства и виноделия, за последние пять лет превысил 1 миллиард рублей. Благодаря этому только в сельской местности было создано более 230 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Возрождение традиций виноделия как на базе крупных производств, так и в сегменте малого бизнеса помогает муниципалитету вытеснять с прилавков фальсифицированный алкоголь. Значимую помощь в решении этой проблемы оказывают объекты винного туризма. На сегодняшний день в Анапе функционируют 7 объектов, специализирующих на виноградочке и виноделии. Здесь можно увидеть весь процесс производства натурального виноградного вина, продегустировать. Вот почему развитие сельского аграрного туризма, а для Анапы винного туризма, можно считать одной из мер борьбы с фальсифицированным алкоголем. Не случайно вопрос о развитии аграрного туризма находится на особом контроле в законодательном собрании Краснодарского края. Малые формы хозяйствования все чаще появляются в отрасли. Только в Анапском Витязево 18 винных погребов, говорит известный винодел Валерий Асланов. Его авторский проект «Подворье старого грека» стал новой точкой притяжения туристов. Я думаю, что это очень хорошее направление, и я почувствую поддержку. Дело в том, что когда мы решили строить эту виноделию, мы заключили инвестиционный проект с администрацией города. На 120 миллионов мы уже первую часть выполнили. Сейчас мы дальше будем строить небольшой греческий городок старинный. Сейчас ведем переговоры с дизайнерами из Греции. На заседании как раз и шла речь о том, что подобных предприятий в регионе должно быть как можно больше, а муниципалитеты должны создавать все необходимые условия для их поддержки, а также для привлечения туристов. Все это важный фактор повышения инвестиционной привлекательности региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова